В американский штат Джорджия приехали сотрудники российского посольства. Они будут следить за ходом следствия по делу Майкла Гризмора. Мужчина обвиняют в вознасиловании приемной дочки из России. История довольно запутана. Адвокаты даже пытались подделать документы девочки, изменив ее возраст из США. Борис Кольцов. Если бы не настойчивость преподавателей, Ксения могла навсегда остаться один на один с тяжелой душевной травмой. Теперь она живет в специальном детском доме, где вместе с новыми подругами проходит курс психологической реабилитации, и продолжает учиться. Эта история началась здесь больше года назад. В марте 2010-го учителя этой школы заметили, что 15-летней Ксении как-то не по себе. Сначала девочка отказывалась говорить, что случилось. Но после долгого общения со школьным психологом она рассказала, что накануне ночью ее изнасиловал приемный отец. В этом доме, хозяин которого теперь за решеткой, она прожила недолго, всего 11 месяцев. До этого у нее была большая семья в Америке. Мама Марта, которая забрала ее из Новокузнецка. Трое братьев и сестра. Что заставило 50-летнюю американку отдать девочку в семью младшей сестры, неизвестно. Но Ксения до сих пор скучает по детям и маме, с которыми прожила свои первые 8 лет в США. Мы пообщались с ней, она чувствует себя намного лучше. Есть прогресс в лечении. Но заметно все же, что некая скованность, все же понятно, она присутствует. До 18 лет Ксения остается гражданкой России, но наши дипломаты узнали о ее проблемах только сейчас. Спустя год после начала следствия адвокаты обвиняемого привезли из Кемерово справку, по которой Ксения родилась не в 94-м, как это следует из ее свидетельства о рождении, а в 93-м году и якобы в момент совершения насилия ей было 16 лет. По законам штата Джорджия это позволяет приемному отцу избежать длительного тюремного заключения, так как он еще и настаивает, что все произошло по взаимному согласию. Из-за путаницы в документах американское правосудие зашло в тупик и отправило официальный запрос в Россию. Даже по форме эта справка не выдерживает никакой критики, потому что это не настоящая копия свидетельства о рождении. Видно, что это документ, который был, скорее всего, куплен за взятку. В настоящий момент в России готовят документы, заверенные по международным стандартам, подтверждающие, что в момент преступления Ксении было 15. Кстати, ей до сих пор не оформили американское гражданство, и теперь этим занимаются попечители. Тем не менее, представители российской страны подчеркивают, если бы не липовая справка, про эту историю мы могли бы и не узнать. Именно поэтому они настаивают на скорейшей доработке и подписании двустороннего договора об иностранном усыновлении. Нет обязанности у американской страны рассказывать о том, сколько детей были переданы на повторное усыновление, от скольких детей отказались, что с ними происходило, подверглись ли они какому-то насилию, живут ли они в благополучии. Вот как только договор появится, они обязаны будут это делать. Детский дом номер три в Новокузнецке хорошо известен американцам, усыновляющим детей из России. Ксения не единственная русская девочка, которая покинула эти стены и оказалась за океаном. И хотя ее нынешний приют больше похож не на детский, а на частный дом, все равно он казенный. И как все дети без родителей, она снова мечтает о семейном тепле и уюте. Борис Кольцов, Андрей Лесных, Энна Нельсон, Первый канал США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова